Всем привет, с вами Миша и вы на канале Криптодилерс. Каждый день в сети появляется огромное количество афиш, приглашающих нас на профильные митапы и блокчейн-конференции. Это все очень клево и мы реально рады, что за последние три месяца вот так все развернулось. И как же круто, что каждый день, а может быть прямо сейчас, а может при просмотре этого видео, кто-то узнает про крипто и блокчейн, тем самым открывая для себя новые возможности. Ну или просто понимает, что происходит и живет с этим. Не раскисайте, это было просто лирическое отступление, но для лирики сейчас времени маловато, а хочется все успеть. Кстати, мы успели на Mashup KBCG, который прошел 13 июля в Москве. Mashup это некий гармоничный микс из тем, спикеров, идей и форматов. На него собрали очень интересных чуваков, которые ответили на вопросы о применении блокчейн-технологий и криптовалют. Приятного вам просмотра, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Здравствуйте, друзья! С вами снова Елена Ким и вы на канале CryptoDealers. Сегодня мы находимся в центре Москвы в Красном Октябре. Это площадка Divorkasi и здесь происходит метап от IBCG. Сегодня тематика, как всегда, майнинг, ICO и децентрализация. Сегодня очень интересные спикеры. Попробуем взять интервью у всех из них и, конечно же, у организаторов и узнаем, какие планы на ближайшее будущее. Смотрите! Приятного просмотра! Как вы набираете спикеров? Вот первый вопрос. Давайте Василий ответит, он в этом более профессиональный. На самом деле спикеров обычно набирает роман. И, как правило, он просто находит самых лучших, которые платят больше всех. Шутка. И на самом деле у нас много разных технологий подбора спикеров. Мы прежде всего определяем, на какую тему мы, собственно, хотим. То есть сегодня у нас, например, такой очень смешанный формат. То есть сразу много разных тем. И мы отобрали лучших профессионалов, которые относятся к каждой из перечисленных тем. Ребят, у Вас какой по счету уже Метап? Ну, наверное, это уже 27 или 28. Мы приближаемся к 30 событиям уже с начала этого года. В принципе, динамика идет. Мы планируем ряд мероприятий усилить, улучшить, изменить формат. То есть вообще подойти немножко по-новому. Да, у нас есть определенная идея, как формат немножко поменять. Потому что нынешний формат, он начинает потихоньку выгорать. То есть в целом людей набирается много. Но нас самих пока что, наверное, не до конца устраивает нынешний подход. То есть мы хотим сделать намного лучше. И у нас есть определенные идеи, и скоро Вы о них услышите. Будет ли у Вас меняться локация? И будете ли Вы расширяться по России или странам вообще? Ну да, мы сейчас провели один ивент, метап, наверное, мастер-класс, больше сказать. Точнее, в Питере. На этих выходных мы едем в Ростов-на-Дону с хорошими партнерами, с интересными, крупными и участием, кстати, госкомпаний. Я думаю, что в сентябре Вы увидите и услышите, что ряд мероприятий, которые у нас будут, они будут, конечно, достаточно интересными и по стране. Я хочу пошутить на эту тему. Спикеры нам платят доги-коинами. Вопрос. Будете ли Вы с каким-то из своих проектов выходить на ICO? Будет ли у Вас какой-то токен, возможно, быть? Ну, наверное, сделаем доги-коин 2. Это очень интересно. Вы знаешь, всему свое время. Увидим, посмотрим. Сейчас просто мы интегрируемся в ряд проектов, мы изучаем их, смотрим и хотим посмотреть, насколько правильно и красиво, юридически чисто все это сделать. В любом случае, Вы очень быстро двигаетесь. Мне кажется, иногда какой-то слух появляется, и беседжу уже здесь. Поэтому, да, ждем от Вас новых митапов и новых гостей. Сегодня прям очень интересные гости подобрались. По-моему, публика начала меняться. Да, очень много сейчас приходит инвесторов и более качественной аудитории, поэтому в этом плане мы растем и уже думаем, что надо менять формат. У тебя есть мысли по публике? Не, на самом деле, народ очень разнообразный. Приходят даже некоторые мои очень давние знакомые, которые еще буквально 3 месяца назад говорили, что криптовалюта – это МММ, это пирамиды, это вообще просто хайп какой-то непонятный. И сейчас они уже открывают свои фонды по крипте, они приходят на наши мероприятия, и все достаточно нормально. Несмотря на то, что рынок немножко падает сейчас, то есть корректируется, но я думаю, ждем 1 августа, и там будет колоссальный рост. Добрый день, меня зовут Александр, я SEO проекта «Тайс», мой коллега Дмитрий – сетевого проекта. Смысл проекта в том, что мы создаем распределенную децентрализованную платформу, которая как бы похожа на LinkedIn, но при этом имеет определенную особенность. Это так называемый LinkedIn для криптокомьюнити, так условно его назвали в неких журналистских кругах, но он распределенный, то есть у него нет единого центра, он децентрализованный, и он позволяет не только находить быстро деловых партнеров в криптокомьюнити, но еще и тут же совершать с ними бизнес-сделки в криптовалюте. Идея в том, что если вы, например, вот самый простой пример, вы находитесь в одном городе мира, хотите выводить свой бизнес или искать деловых партнеров в криптокомьюнити в другом городе мира, как вам найти там человека, чтобы он вас не обманул элементарно? Вы должны как-то его верифицировать. Любая система верификации на данный момент, она очень относительная, то есть вам нужно фактически искать человека по друзьям и так далее. Эта платформа позволяет очень быстро найти человека, увидеть, что у него есть подтвержденные навыки, вступить в нем в деловую связь. Например, вы находите юриста, который вам позволит структурировать сделку, вы находите консультанта, вступаете с ним в взаимоотношения, он говорит, что мой час стоит условно такое-то количество криптомонеток. Вы ему тут же оплачиваете, но можете оплатить ему на искроу, например, если вы ему не доверяете, можете сделать рекуррентный платеж посредством смарт-контракта. После чего, собственно, происходит между вами взаимодействие, и как только деньги ему пришли, вы тут же ему можете поставить оценку примерно так же, как это происходит условно на каких-то сайтах, где вы покупаете товар и верифицируете продавца. Таким образом вы как бы голосуете своей монеткой, то есть вы гарантируете, что вы заплатили, а продавец, то есть продавец услуги, да, он в свою очередь честно и добросовестно выполнил свою сделку. Вы можете организовать проекты. Удобство в том, что вы, например, хотите организовать проект в криптовалюте. Как вам его организовать? Сейчас не существует платформ. Существует огромное количество платформ для ICO, всяких трекеров, которые позволяют имитировать монетку, да, но а как, собственно, организовать-то этот проект? Как найти команду для него? Это все кустарщина. Вы по каким-то там форумам ходите, по каким-то телеграм-чатам, по каким-то слэкам. Представьте, что вы приходите в единую площадку, публикуете проект, публикуете условно white paper, ну и что у вас там есть. Тут же информация разлетается по всему комьюнити, к вам спекаются эксперты, программисты, коллеги потенциальные, которые тут же готовы с вами работать. То есть вы фактически приходите на площадку, где находите нужное вам комьюнити, собираете команду, можете организовать кошелек для оплаты труда этих же людей здесь же в криптовалюте, например, для того, чтобы быстро создать какой-то простой прототип перед тем, как делать ICO. Не сначала делаете ICO, а потом создаете прототип, а поступаете правильно, люди, сначала что-то сделаете, а потом выходите на ICO. Представьте, что ваши пользователи начинают публиковать огромные массивы фото, видео, документов. Куда их складывать в блокчейн? Нельзя. Во-первых, медленно. Во-вторых, сложно. В-третьих, неизменяемо. То есть вы публикуете что-то, хотите удалить? Нельзя. Вы не можете быстро найти нужный фрагмент. Когда мы этот вопрос подняли, мы столкнулись с серьезной проблемой, что на данный момент на рынке не существует реализации в виде некой распределенной публичной базы данных, децентрализованной, которая бы позволила хранить эти массивы данных. Как ты думаешь, в ближайшее время появятся ли у нас какие-то большие майнинговые фермы где-нибудь, как обычно на Байкале? 100% появится. На Байкале, это если бы мы с вами были романтиками такими, да, дешевое электричество, Иркутс, холодно, Байкал, красиво. На самом деле, если будут появляться, то или это будут большие инвесторы, которые будут заходить, как и сейчас происходит чаще всего, анонимно, запуская это в помещениях, о которых мы с вами или не узнаем, или будем знать по наслышке. Второй вариант действительно промышленного большого майнинга, если к этому приложат руку государство. Как ты относишься к заявлению от представителей, как это сказать можно, от представителей закона о том, что майните, ребята, но не продавайте? Отлично, я не собирался продавать. Мне нравится в крипте. Я имею в виду, этот вопрос такой непонятный, с одной стороны, майнеры, в принципе, майнинят для чего? Для того, чтобы не просто накапливать цифровой актив, который, в принципе, потом с ним ничего нельзя будет сделать. Они дальше же как-то это будут использовать, соответственно, продажа, она априори заложена. Ну, то есть не вся, не всего намайненного добра, а какого-то, не знаю, части. Никогда не думал об этом. Мне казалось, что майнеры просто майнят, чтобы получать криптовалюту. Ну, на самом деле, есть много выходов. Можно вкладывать в ICO, инвестировать в какие-то компании. Можно на эти деньги, наоборот, проводить маркетинговые компании и проводить для себя ICO. Можно действительно выводить фиат. Почему нет? Если каждый майнер для себя сам определяет, какие он видит перспективы в этой криптовалюте и что с ней делать. Выводить ее в фиат по копейке или накапливать и ждать пампа роста. Как ты считаешь, когда закончится бум на покупку карт и будет ли такая лайт ситуация, когда все смогут себе это позволить и приобретать? Ну, бум сходит на нет. Ровно параллельно за графиком стоимости основных монет, которые сейчас майнятся на широком рынке. При этом это не будет, никогда не упадет до нуля. Я уверен, что будет большое количество людей. Спрос будет стабильный, просто уже без ажиотажа. Но спрос будет и будет стабильный. Майнинг – это то, что волнует умы многих людей. Поэтому я оптимистично настроен. Как называется ваш проект и миссия? Наш проект называется «Банкекс». Он состоит из трех больших модулей. Первый – это инвестбанк, криптоинвестбанк. Мы помогаем делать ICO, мы помогаем структурировать активы, мы помогаем делать как раз токенизацию активов. Второе – это «Банкекс-лаборатория», которую я возглавляю. Это производственный цех, который создает технологии на базе блокчейн, создает финансовые технологии для наших клиентов, уже существующих, потому что мы работаем с крупными банками и страховыми компаниями, так и для компаний, которые к нам приходят. И третье – это «Банкекс Фаундейшн». Это организация, которая основана на развитии комьюнити, на развитии технологий блокчейна, на open-source технологии. То есть у нас есть очень талантливый молодой человек, который мы наняли с Кипра, который сейчас занимается, Петр Королев. Двигает науку, двигает технологии. У него суперпопулярный GitHub. То есть это основано, ориентировано и таргетировано главным образом на любителей open-source, на любителей создания технологий для массового использования. То есть это такой, своего рода, технологический евангелизм. Когда мы двигаем блокчейн в массы, это совершенно бесплатно. То есть мы, скажем так, развиваем, образовываем, ну, то, что делают обычные евангелисты. Они несут лучшее в массы. То есть вы за популяризацию рынка в целом и бесплатно. Да, это верно. Но это третий сегмент, а первые два за деньги. Такой вопрос. Вы сказали про банк. Это какой-то будет русский криптобанк. Это просто сейчас мне резонуло слух, потому что, как сказали на последнем блокчейн-конференции, конференция была, и выступал один из спикеров от Сбербанка, и он сказал, что в ближайшее время криптобанков мы вообще, в принципе, не ожидаем еще в ближайшие 5-10 лет. А мы интернационалисты. Нет, мы, ну, сейчас так получается, что русские и украинцы драйвят блокчейн-технологии, но мы люди мира, мы говорим на нескольких языках, у нас офисы там в нескольких странах, то есть, ну, русские, наверное, по происхождению, а так вообще глобальные. А как вам, в принципе, московская тусовка? Обширная. Очень много интересантов, но очень мало людей, которые действительно что-то делают. Скорее так, на волне хайпа. Ну, это так всегда. Ну, пока они серьезные. Я не могу так сказать. Есть очень серьезные, нормальные люди, то есть, ну, есть многие, которые просто интересуются. Все же когда-то с чего-то начинали. У меня нет снобизма по этому поводу. Человек, который сегодня не разбирается в блокчейн, завтра может быть там крупнейшим криптоинвестором. Очень много людей из реального сектора приходят в эту индустрию, там, из недвижимости очень много людей бегут в крипту. Даже вот не идут, а бегут в крипту. Потому что, ну, маржинальность вложения в недвижимость, она уже стремится там к банковскому депозиту. И люди хотят больших прибыли, люди хотят чего-то интересного, драйва. Вот. Особенно после рынка недвижимости, видимо, где все стабильно. Вот. Хочется чего-то интересного. Ну, а на сегодня все. Не забываем подписываться на наш канал, ставим лайки. Всем пока!